Привет, я Ася, и сейчас будем смотреть новое видео Валеры Гостера, называется «Сняли домик, блин?». Вот звучит как начало какой-то американской комедии, где обязательно всё заканчивается приездом полицейских. Не забывайте про лайк и подписку, если вам всё понравится, и также не забывайте каждый день на этом канале и на Твиче, ссылку я оставлю в описании. Я веду стримы, заглядывайте, поболтаем, буду ждать. Поехали! Всем, 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 с вами опять я. Да, опять я, в смысле, выбора у вас нет. Сегодня у нас всем известны страхи толстых... Да, мы не сильно, ты и против. ...деревянные ягоды, уходите. Типа, мы против такого, мы против деревянных ягод. Протится разобраться, чё одни не уходят. Страхи толстого дома, эпизод 5. Деревянные ягоды, уходите. Декабрь 8-го. Класс, я за компом в Москва-Сити. Нужен был кофе, чтобы закончить день. У меня зависло. А, да? Ага, да! Ох уж эти квадруппл-эй хорроры, ё-моё. Ладно, мы на работе, будем... Нормально, 40-90 не вывозит, и такое бывает. Потать, а не ныть. Так же на работе делают, правильно? Тут есть какой-то щит, you know? Щит, это неприятно. Это что-то по работе. Получается, мне тоже надо быть готовой ко всему. Собираешь себе комнату на 40-90, чтобы оно тянуло всё, а оно не тянет вот это. Вообще так дорого. Одну рубля вам хватит, блин. Кап какой-то. Не надо вообще нам такого. Срочка с моей зарплаты где? Она где-то должна быть. Интересно, ютуб у них работает, я? Блин, молодцы, сделали как в жизни, красавцы. А, в тот момент я не могла продолжать свою работу без чашки кофе. Могу выпасть в окно? Ух ты, к... Я жизнь не могу продолжать без чашки кофе, что говорить вообще о работе? Красиво. Он везёт, чувак, он гуляет, а я на работе. Вон ещё везунчик. Наверное, домой или в бары идут отдыхать. Анатолий, а чё мы допозднать сидим? Может, домой? А чё, я тут один работаю? Ага. А не засиди... Один, ЗП, нет, нормально. Сделался ли я? Слышите? Где-то ещё дятел офисный долбится, я тут не один, походу. Ну, ничего, может закончиться всё тем, что он станет Волкс Уолл Стрит, и они там будут такие движухи устраивать. Что же, попался, задрот экселевский. Чё ты хочешь, сид, я пытаюсь доделать это. Да просто посмотреть, тут есть такой пендрёжник с механической сидит, когда у нас всех в мембранке. Нафига себе прикольный. Пошёл посмотреть, а он сразу наезжает. Чё, можно кофеёк реально организовать себе? А как этим пользоваться? Или что туда сувать? Да руку сувать надо. Не, ну мало ли, у меня просто нет такой, я не знаю. Получилось. Капусина! Нужно было сходить в туалет. Кофеёк будешь? Что ты не слышал у меня? Мне нужно закончить это. Ну и пошёл-то. Это называется забота, а ты мудила. Где писать? Нормально, если бы мне принесли в самый разгар работы чашечку кофе, просто так, уже приготовленный. Я бы просто, не знаю, радовалась этому человеку, как солнышку по утрам. Сиплирум. Звучит, как что-то с пописать. Ну тут можно, но сложно. Во, ресторан. А кто я? Ну я мужчина. Не понял, я не мужчина? Значит, глоток кофе. Я вуман. Сейчас я вам покажу, как выбирать кабинки. Все стараются идти в самую дальнюю, поэтому она самая грязная. Самые чистые будут первые две, потому что в них никто не любит заходить. Вот так-то. Серьезно? У людей есть такая логика? Ля-ля-ля-ля. С кружечкой кофе на туалете. Ух, ты дурак, еду. Простите, мама, я не знал, что вы здесь. И поэтому подлетел. Еще и так улыбается. Убираться-то поздно, потому что в это время здесь довольно тихо. Мой ручеек тебя не смущал, когда я сидел? Ла. Дебил, блядь. Надо смыть за собой. Вдруг уборщик убится, а теперь у него нет причин меня убивать. Блин, слышь, допей, пожалуйста. Клянусь, если еще что-нибудь пойдет ко мне на стол, я расскажу об этом отделу кадров. А так да. Какой? Не возражаешь? Некоторые из нас работают. Но когда некоторые из нас работают, я не возражаю. Главное, что не я. Слышишь, тебе пригодится калькулятор? Может быть. Можешь прикинуть, сколько я всего в тебя кинул. На. Нервы железные, типа. Абонент, повиси, малеха. Алло, туда-сюда компания. Кто это? Привет, Харп, это Майк. Я пытаюсь злиться от твоего мобильного уже часа два. Звонок постоянно переходит на голосовую почту. Все в порядке. Телефон барахлит, купи мне айфон. О, че, я же начал думать, что ты меня игнорируешь. Шучу, шучу. Шутит, шутит. Айфон просто покупать не хочет. Насчет нашей поездки. У тебя была возможность забронировать дом в аренду? Я просто очень хочу увидеть тебя и Нару. Мою? Когда будешь заказывать аренду, убедись, что это выйдет менее чем 100 долларов за ночь. Менее 100 баксов и Нару посмотреть? Ну, понятно, поэтому и айфон покупать не хочет. Он меня не ценит. 350, дорого. 249, дорого. Дорого. 99, средняя оценка 3. Идеально. Книга-кабина. Вы заказали, все отлично. Хей, я предполагаю, что вы получаете сотни, если не тысячи, историй ежедневно. Так что вкратце расскажу о том, что случилось со мной. Когда мне было чуть за 20... Это было такое долгое вступление. Кстати, я работала в крупной фирме в своем городе. Жизнь в фирме была постоянно... Что-то спаривание букв какое-то здесь случилось. Работа, конечно, хорошо оплачивая, но ущерб моему душевному спокойствию. Один из моих друзей по колледжу Майк предложил нам съездить на выходные в сельскую местность штата Верман. Что звучало как идеальный перерыв от работы. И моя подруга Нора тоже быстро согласилась. Да, теперь, конечно, звучит больше как ужастик. Мы арендуем небольшой домик. Заканчиваем смену пораньше в пятницу и уезжаем, возвращаемся в понедельник. Майк заехал за мной. О боже, ну и рожа. Я надеюсь, мы не с тобой едем отдыхать. Добрый день. Довольно прохладно сегодня, да? Тимати, отстань от меня. Я заезжаю в гараж. Ты на месте? Ты, Майк? А чемодан понести мой не хочешь? Обнять. Пахнет засанным свитером. Почему бы тебе... Зачем его обнимать? Он экономит на доме. Он экономит на всем. Ну разве... И вы едете потусить, отдохнуть, расслабиться. Ну зачем экономить? Не обнять так, словно ты скучала по мне. Потому что я не скучала, а ты дундук. Я тебя вообще впервые вижу. Ты можешь просто забросить свои вещи на заднее сиденье, и мы отправимся в путь. А мог бы ты это сделать? Я дама. 4,26. Ну, едем. Аукс есть? Давай навалю что-нибудь. Что ты смотришь на дорогу? Смотри. Алло, психопат. Вот я же говорю, на дорогу смотри. Чуть барсука не переехали. Знаешь, я прочитал в интернете. Да мне так пофиг, смотри на дорогу. Когда едешь по снегу, кажется, что мы путешествуем по межгалактическому пространству. Ой, нет, лучше не разговаривать со мной. Слышишь, не надо. Чего? Нора, ты же приедешь, пожалуйста. 5 вечера. Йо, Харп, зацени. Да, без Норы тут не обойтись. Чё, автобус, вау. Моя пицца. Мы будем пиццу хавать? О, да. Я даже не знаю, что лучше, тусить с ним или с тем чуваком, который был на работе. Я думаю, даже с тем чуваком было бы получше. Я настолько голоден, что сам могу съесть целую пиццу. Я тоже. Ну ладно тогда, Харп, операция пицца питстоп в деле. Приготовься к приземлению. Вылезти. Ну да, я съем целый... Салями нет, чёрт. Барбекю чикина нету. Чё, ты проветриваешь? Тут зима на улице. Народа сейчас застудишь. Ты думаешь, чё творишь? Народ, простите этого человека. Он не со мной, я его не знаю. Простите его. Ты не торопись, никто не отберёт. А тебе не много на одного, кстати? Может быть, поделишься с дамой? Жесть, видимо, очень вкусно у них. Они так сейчас аппетитом кушают. Ну и чё, ты заказывать будешь, нет? Аж кушать мне хотелось. Тут стоит. Здрасте. Как что-нибудь порекомендуешь мне? Бери сырную. Просто сырную. Господа, вы уже знаете, чего хотите? Нам по три куска каждому. Лично мне пепперони, сырную и овощную. А вам что, мисс? Сырная. Что насчёт второго куска? Сырная. А третий? Сырная. Я доверюсь этому парню. Какие-нибудь напитки, ребятки? Сырные. Шесть горячих кусков пиццы уже на подходе. Это про этого делового парня. С вас 22,50. В смысле, я оплатить? А мужчина что, стоит слева? Он не делится. Я уже стоял. Что, мужчина платит меньше, чем по 100 долларов за дом? Я опросил. Я взял, как ты говорил. Три сырных. Надеюсь, я буду в оргазме, короче. Ну и что, рассказывай. Какие-нибудь истории. Я пока буду делать вид, что слушаю тебя. На самом деле, смотреть телевизор. Вон тот. Очень нравится. Так делать всегда. А потом говорю, а? Да-да-да, я согласен. Интересная мысль. Где там моя сырная? Ещё сырная. И сырная. Глубокий вдох. Тут так хорошо пахнет. Какая интересная игра. Когда экшен какой-то будет. В чём смысл-то? Пахнет. Сырная. И вообще, что они взяли пицца на один раз покушать? И не едут тусить на все выходные. Там, не знаю, надо весь до поспицы, который у них есть, купить с собой. Опа, Нора пишет. Понял, любительница голосовых. А можно буквами? Я не понимать. Короче, она ноет, что под... А премиум подписку надо покупать, чтобы голосовые буквами были. Ты слышала голосовое сообщение Норы в группе? Там целая минута, конечно, нет. Заказ номер 27. Иди забирай. Иди забирай, я оплатил. Сейчас, подождите. Мы пытаемся разобраться, почему он ведёт себя как не мужчина. Всё, понял. И ты ещё на что-то наде... Ну ёпта, ну мог бы и мою взять. А как это он заказал три куска, а хавает четыре? Вы прям почву делаете для скандала, я вам отвечаю. Так, а у меня три сырных. А у тебя четыре. Желаю тебе трёхдневный понос. Вот чёрт, эта пицца хороша. Слушай, что ты, эстет? От тебя прям фильмом меню несёт. Слушай, а корочку кто есть будет? Ого. Корочки надо есть. Ё-моё, хап, реально ешь корочку? А вы едите корочки от пиццы? Я ем только те, которые, знаете, с сырными бортиками ещё есть. Вот они прям вкусные очень. Ты чё, придурочный? Свежая хрустящая корочка? Это пища богов. Почему нет варианта выбить зубы? Ну ты же не ешь кожурку от апельсина, не так ли? Это тоже тесто, на котором лежит всё остальное? На твоей пицце? Ну да, это какое-то очень странное сравнение. Умник ты, хренов. Может ты ещё шаурму от лаваша очистить предложишь, придурок? Ты реально душнила. Прямо как в том фильме, кстати. Ммм. Привет, дорогие друзья. Ты тоже пришёл предъявить мне за кожурки? Вы не против, если я проедусь с вами? Я не против, если ты проедешься сам. Вы даже не... Но если бы у него было менее подозрительное лицо, может быть. Вы знаете, что я тут был? Тихий, как церковная мышь. И вдвойне вежливый. Да-да-да, вот с таких моментов и начинается весь трэш. Вдвойне вежливее, чем церковная мышь? Надо брать. Слушай, у нас двухместная машина, вообще-то. А мы сейчас пиццы бахнули, реально нам тесно будет. Да вы, должно быть, смеётесь надо мной, люди. Нет места. Я знаю, что здесь есть место посредине. Вы боитесь меня или что? Вы не добрые, не хоро... Какой наглый. Тебе-то какая разница? Наша машина, с кем хотим, с кем уедем. Хорошие, вам стоит быть осторожнее. В натуре три куска за раз нужно быть ос... Вам стоит быть осторожнее. И чувак думает, что после таких слов реально ещё кто-то согласится его подвезти. Он и так у меня доверие вообще не вызывал. А после таких слов я бы бежала быстрее, чем, не знаю. Осторожнее. Тем более с корочками. Вон он пошёл теперь один, грустный, за тебя. Не мог четырёхместную машину взять. За тебя мужчина. Ну хоть колёса не проколол. Он страдает. Пять сорок девять. Ты мне чё, руль доверил? Ну зря. О чёрт, о чёрт. Молодь, чё ты, дуделку свою засунь? Ну чё он так медленно едет? Я думаю, по счетам. Да ты можешь не говорить со мной, когда я за рулём. Куда ты едешь? Ага. Поговорили. Кажется, адрес был 241, бульвар Вудбери. А где здесь вывески какие-нибудь назвали? Ну, я не знаю, может он ещё и на зимней резине сэкономил. Я бы не удивилась. Да, нет. А, вот, 241. Всё, мы приехали. О, стук слышал, значит до упора. Лицо попроще, можно нормально встали. Какое замечательное место. Я знал, что мы можем на тебя положиться. Это жутко выглядит, слышишь? Дом был уютным и хорошо обставленным. Как ты это поняла, я ещё не зашёл. Не спойлери рассказ. Дверь заперта, мне просто заставить ключи и... Ну, на фотках было нормально, да. Сейфа. А каким образом запёрся этот ум... Ну, это так часто бывает обманом. Я арендую жильё, и я с этим сталкивалась. Когда ты смотришь на фотки, вроде бы реально нормальная квартира. Такая свеженькая, красивенькая. Там ещё пишут, после ремонта всё хорошо, заезжайте. Ты приходишь сюда, там такой... Я даже не знаю, как это описать можно. То есть, будто бы... Ты понимаешь, что это та же квартира, и что в ней делались фотки, реально в ней. Но будто бы за эти два часа, пока ты договаривался о встрече, здесь человек сто пожили. Ник, тогда 5176. Придурок, а как ты зашёл сюда? Ты можешь идти, а я начну распаковать наши сумки. Ты мою понёс. Вот теперь ты джентльмен, пасибочки. Так, мы приехали на тусу, и у нас из еды молоко, яйца, йогурт и листья салата. А какая-нибудь пицца, весёлые какие-нибудь напитки, молоко, яйца... Ну, Зош, вечеринка, одобряем. Йогурт, у нас что, весёлая ферма? Для тебя отдых это не есть, что ли, или чё? Ты чувствуешь себя лучше после поездки? Я в порядке, не хочешь смотреть дом? Звучит хорошо, погнали, посмотрим, что тут есть. Верх подвалыч, очень страшный. Там есть дверь, не для гостей. Видел? Совершенно обычный подвал. Нету дверь, туда надо, написано же нельзя. Мини-офис настолками всякий. А если нельзя, значит, надо. Да, как бы вот это? Или вот это? Куча настолок, вот башенку строить можно. Монополия, вот это будет весело. Пошли на верхний этаж, посмотрим, что там. Комната с хламом, неинтересно. Что это за упоротый гослинг? О, хай, ты здесь? Вы напугали нас, извините, я не хотел. Добро пожал... Не, ну вообще похоже на мою тусовку с друзьями, потому что у нас в компании никто не пьет, и обычно, если мы собираемся, то это вот плюс-минус так и выглядит. С молоком, с водой, с настольными играми. ...мой милый дом. Я искал кошку свою, и вспомнил, что телевизор сломался. Попробовать запустить его снова, так как последние жильцы оставили плохой отзыв о нем. Ты что там обделался, что ли? Что повис? Ну скажи. Ну и на самом деле это не так грустно, как звучит, как может. показаться, то есть... Это, наверное, круто, если ты умеешь веселиться, веселиться в компании без какого-то дополнительного вот такого вот бустера, тем более не очень хорошего. Жизнь, здрасте хотя бы. Ну раз вы здесь, давайте покажу свой любимый дом. Что, прямо сейчас? Я бы был плохим хозяином, если бы не показал, где что находится. А он здесь тоже будет вместе с ними? Ну что, ты сам захотел сэкономить, вот терпи его. Хозяин был мужчина средний. Теперь понятно, для кого молоко. Ихлет очень нервный. С самого начала его присутствия вызвал у нас дискомфорт. Вот душ. Эта штука заставит вас чувствовать, будто вы моетесь под водопадом в джунглях Амазонки. О, эта раковина не работает, к сожалению. Не волнуйтесь, я скоро починю ее для вас. Давайте теперь я покажу вам спальню. А заранее нельзя было починить? Ты только посмотрит, шикарный вид из окна. А, загляденье. Вы думаете, это шикарный вид, мистер? Погодите, я вам не показал балкон. Господи, это идеально. Это одно из моих любимых мест. Вид на ручей прекрасный. Это также отличное место для рыбалки. Слышишь, без себя бы не разобрались. 100 баксов в день. В объявлении не было написано, типа, дед инклюзив. Так что мне нравится, можешь, ты уже свалишь. Мы сюда отдыхать приехали, а не экскурсию по дому, которую мы сняли на день. Растягивать на день. Вижу, вы заставили... Не, ну вообще нормально, дом довольно уютный. Дед, если с ним подружиться, я думаю, он тоже вольется в компанию. И, знаете, будет весело всем. Или холодильник вкуснейшей едой? Да-да, там прям 5 звезд Мишлен. Это водонагреватель. Ну все просто, ладно, иди домой. А, в твой дом. Иди куда-нибудь. Эй, Сэш, что там с этой комнатой? Ничего, не о чем беспокоиться. Ладно, ребят, снег начинает накапливаться. Мне нужно... Дед живет один, в большом доме. Сдает его, чтобы подзаработать. Что-то есть в этом подвале. Сто процентов, что-то есть. Но еще найти этого чертова кота. Какое имя было указано при бронировании? Я, наверное, старею. Это Синди. А, Синди, точно. Красивое имя для красивой девушки. Видал, какой джентльмен? Не то, что ты. Уехал? Ушел? Надо же. Приставучий. Эй, смотри, я нашел эту удочку там... Эх, уехал дед. А так бы компания была побольше, повеселее. Сарае. Планируешь поймать для нас ужин? Нам придется ловить рыбу. У нас кроме молока ничего нет. И нору дождаться бы уже, по-хорошему. Как подсекать? Есть, 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 есть. Ай, блин. Давай, 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 давай. Ее, обычный карп. Говорят, если есть один карп, то всегда есть больше. Что ж ты такое несешь-то, господи? Кто говорит? Ну, кто это говорит? Никто это не говорит никогда. Слушай, я уже второго ловлю. Ты чем занят? Еще карп. Остался еще один. У тебя получится. Офигеть. А ты для вида здесь сидишь просто. Золотая рыбка? Забираем. Карп, это не та рыба, которую мы ищем. Что-то я вообще не знаю, зачем он там нужен. Правда, она за все заплатила, она рыбы наловила, за дом договорилась, за все договорилась. Зачем там этот чувак? Мне кажется, они могли бы с норы вдвоем затусить, забрать к себе деда, и все бы было отлично. Сегодня нам нужен карп. Ты что, это круче, ты золотая рыбка? Я загадаю ей, чтобы она превратилась в карпа, и все, у нас будет карп. Ну, ты вообще думал логически. Пока я тещу рыбу, тебе не составит труда приготовить маринад? Составит. Я тут на отдыхе, вообще-то. Просто возьми миску и добавь туда... Чего? Сто баксов отдал, чтобы сам рыбу ловить, и еще и готовить. Еще и выслушивают, что я корочки пиццы ем. Вот это кто-то считает отдыхом? О, какой понос получился, зацени. Положи рыбу в маринад и кастрюльку. Я нарезаю овощи. Ты же сказал, что почистишь рыбу, что не понимаю в начистке рыбы или что? Ты ее просто помыл? Эти карпы обещают быть вкусными, но мне они ничего не обещали. Сейчас мы ждем, пока они приготовятся. Как насчет настольных игр? Просто выбери любую, которая бросается в глаза. Жду не дождусь, увидеть, что ты выберешь. Я выберу, я знаю. Так, нет, это возможно. Дэджин Драгонс. Я выбрал. Это классика, но как насчет более мистического? Ты сказал, чтоб я выбрал. Как шахматы, что ли, вообще. Очень интригует. Как конь ходит буквой Г, меня это интригует. Как насчет того, что вызовет выброс адреналина? Ни слова больше. Говорят, башни вызывают выброс адреналина. Самая грязная так. Ну, ужастик можно включить на телевизоре и посмотреть. Тоже будет выброс адреналина. Тихо, снизу вытаскивать просто. Две штучки снизу дернул, а потом что происходит? А потом, вот так. Че это, криворучка, собирай кирпичики. Ты проиграл. Ладно, уже рыба должна приготовиться. Давай возьмем пару. Слушайте, я ожидала чего-то, как в американской комедии, а здесь оказалось просто все, наоборот, полностью. Стрелок, я очень голоден. Как насчет того, чтобы посмотреть телевизор, пока мы едим? Блин, ты такой озорной, Майк. Как хорошо, что мы с тобой поехали в эту глушь за 100 баксов. Это Кукинг Виз Джеффри. И сегодня он приготовит... Где Нора? Или как ее там зовут? Чоколадный каке. С майонезом. Ож, обожаю майонез в шоколаде. А че ты рыбку не ешь? Вкусно получилось. Обожаю Джеффри Шоу, елки. Вот это Тулса, конечно. Палки, тут раз он приготовил суп с опилок в цементном соусе. Блин, это было одно из лучших блюд. Вдвойне лучше, так как мы поймали рыбу сами. Сами мы. Ага, да-да, он меня еще посуду запрек мыть. Вот такой отдых. Мне кажется, под на кроватью что-то есть. Прямо сейчас можешь подняться? Шуточки от него какие-то пошли. А, ну кошка. Там же кошку потеряли. Давай, кс-кс-кс. Еще более нелепо ты мог это сделать? Это было весело, не так ли? У меня дешвошинг веселее было. Да ладно тебе, это была шутка. Что насчет пряток? Я считаю до десяти. Я решила спрятаться. Слушай, когда речь пошла за кроватью, я думала, вечеринка примет немного другой оборот. Но, окей, шутки-то хорошие, весело. В подвале. Как это ты решила спрятаться в подвале? Я хочу решать, где я прячусь. И я хочу спрятаться в подвале. О! Какое место. Ах ты жопа. Попалась? Теперь моя очередь прятаться, считай. Что-то я уверен, он не блестит фантазией. Где-то на суперочевидном месте стоит. Ты себе там еще и свет включил. Еще раз прятаться? Да ты что такое неугомонный? Смотрите. Эх, Валера, он это все проходил еще и до самого конца. Еще и 40-90 это не вывозит. И я решил спрятаться в сарае для инструментов в заднем дворе. Вообще-то я сам решил спрятаться в сарае для инструментов в заднем дворе. Что, он там ходит? Вон он ищет, ищет дурачок. Не понял. Это что, опять тот дед вернулся? Я начинаю уставать. Смотри, опять же в доме, все равно мы направляемся внутрь. И ты найдешь меня там и пойдем спать. Может, наконец-то что-то произойдет? А почему я не сказал, что тут обыл? Потому что я точно кого-то там видел. Что это за арендодатели, которые приходят без предупреждения? Тем более сняли на день. Ну можно же, блин, день не приходить. Ну вот он, здрасте. Что происходит? Что случилось? Привет. Ты что приперся? Ну, починить раковину тоже событие. Хорошо. Ты смеситель? У тебя, кстати, проблемы? Я никогда не видел, чтобы смеситель чинили молотком. Много ли вы сами смесителей чинили, молодой человек? Так, поэтому мне показалось, что вы не знаете, какие инструменты вам нужны. Натуре, что прикопался до мастера? Нам уже пора ложиться спать, кстати, мужчина. Вы просите меня уйти, мисс? Нет, она просто вежливая. Она имеет в виду, вам нужно съебаться на... Иначе мы вызовем копов. Никаких копов в Удбере, сынок. Вы думаете, они стали бы арестовывать нового дельца за починку смесителя? А знаете что? А если вы, ребята, не хотите, чтобы я чинил смеситель, я оставлю его как есть. Ну, все за тебя, мы эти руки не помоем. Грубый ты про... А может, просто надо было починить смеситель не ночью, например, а заранее, либо уже завтра днем. Ну, как вариант, просто предлагаю. Пойду спать. 11.39 п.м. Да-да, сплю. Харп, ты все еще не спишь? Тяжело спать, когда в дверь долбятся, знаешь ли. Ты не против, если я зайду? Мне хотелось бы очень кое о чем поговорить. Ну, вообще против, я сплю, и как бы вариантов у меня нет, но заходи. Что-то будет загадочно смотреть в окно. Свали. Что это у нас за поза самца тут? Почему бы тебе не сесть возле меня, Синди? Я могу там поспать. Уже покидаешь меня, Синди? Да. Можешь там сидеть. Я могу тут спать. Какого фига я должен с тобой сидеть? Ты мне не нравишься. Меня кадрят... Куда Нора делась-то? Надо спасать ситуацию срочно. Да-да. Мне нужно тебе кое-что сказать. Ой, Нора пишет, блин, что там, что там пишет? Ей там помощь нужна, а мы тут сидим, ё-моё. У неё там ситуация, слышишь, надо ехать. Походу. А, это общий чат, ё-моё. Так, нужно за Норы, а ты остаёшься здесь. Запри двери, я скоро буду. Очень героически с твоей стороны. Какой мужчина, какой профиль. Всё, свали, давай, я спать. Запри все двери, не переживай за меня. Ага, первый обязательно, второй не собирался. Давай, удачи. Ну, с другой стороны, безопаснее же не стало мне, да? То есть, друзья там в метель попали, а мне нормально спать, да? Чё, приехали? Да, и бежим, бежим, бежим. Здрасте. А чё надо? Это чувак. Вы хоть представляете, сколько времени? Смотри, дружище, я знаю, что нехорошо долбиться в дверь посреди ночи, но я в плохом положении сейчас. Всё правильно, нехорошо долбиться посреди ночи, всё. На этом точка. Я рассчитывал на поездку от некоторых друзей, но они остались позади, примерно в двух часах. Ну, нафига ты так втопил от них на два часа? Да-да, рассказывай, рассказывай. Спасибо, но я надеялся, что позвольте мне подожать внутри, пока мои друзья не добрались, чтобы подобрать меня. Не зайдёшь? То подвези его, то в дом пусти. Почему человек, который заботится о своей безопасности, вот так его обзывают, за что? Ты грубый, я тебя не пущу. Убирайся или позвоню в полицию. Тут нет полиции поблизости. Говоря об этом, я не вижу тут грузовика твоего приятеля. Я звоню в 9.11. Ладно, как пожелаешь. Пока. Уходи, но позволь мне кое-что тебе рассказать. Ты получишь по заслугам за то, что оставила меня там. Карма и ещё та сука, дружище. Вот тут куча домов, вот всем на груби, никто не пустит. Будь подштанники, надеюсь, надел. Э, туда не лезь. Туда не бей ты дом-то, ну шо он тебе сделал? Понятно, придурочный, короче. Чё, я тебя могу выкинуть игру? Вот честно, в реальной жизни я никогда не встречала таких людей, и я очень надеюсь, что мне повезёт, и я никогда и не встречу. Ну, я-то, может, не встречала, потому что я из квартиры выхожу раз в три дня. То есть, ну, надеюсь, что так и будет. Ну, какую-нибудь настольную, можешь там поиграться, посидеть, башенку пособирать. Никого не пущу, я боюсь, мне страшно. Ты что, теперь опять не могу уснуть? Так, судя по всему, он открыл тот путь в подвал. Чё ты мне камни кидаешь? Нефиг бы... А представьте, если окажется, что этот чувак и тот дед, они как-то взаимосвязаны. ...открывать, там нельзя открывать. В этот момент у меня не было... А может и нет, может, это просто такая, знаете, типичная тусовка людей, кому за 25. ...выбора, кроме как позвать на помощь. Он всё-таки открыл дверь в подвал, да? Да, всё-таки залез, посмотри. Ну, писать арендодателю, чтоб помогал. Рик, извините снова, что беспокоил, не могли бы вы ещё раз зайти? Там кто-то, мы встретились, когда ехали туда, он стучал в дверь, начал угрожать меня, я очень напуганно. Не могли бы вы приехать и посмотреть, раз вы живёте так близко? Всем сообщение, помогите. Давайте, help! Общий чат, help! Опа. Кто-то пришёл. Кто в этот раз? О, припёрся, наконец-то. Несмотря каким странным был Рик, увидев его, испытал облегчение. Какого чёрта тут творится? А может, они в сговоре, а я тупой, пустил всех? Рик, я так рада, что ты пришёл. Объяснить ситуацию. Да, я приехал настолько быстро, насколько смог. Я бы больше не беспокоился о нём. В каком это плане ты шива грохнул? Кстати, где твой друг, тот, который был с тобой ранее? Что-то дело пахнет пенсионами. Он скоро придёт. Так, получается, вы тут сейчас одни. Так, меня что сейчас будут любить все мужчины здесь? Тот там не... По-моему, пора бежать отсюда. Мне не нравится, здесь все странные. А тебя не смущает, что твой подвал открыт, например? Чтоб сообщение от Рика? Ну, это дед. Ну, я надеюсь, что это дед, и всё будет хорошо. Приехать ещё раз, что вы имеете в виду? Я живу в Берлингтоне. Я не был в пункте проката уже несколько недель. Ну, писец тогда! Ох, ёлки-палки. А ты тогда кто такой вообще? Молоток, я так понимаю, не для смесителя больше. Супер, деньги вернёте? А, хотя уже не надо. Хотела Эпика, получила Эпика. Знаете, я иногда думаю, может, мне надо там, будто больше из дома выбираться, с людьми коммуницировать, знакомиться с кем-то. А потом, я думаю, смотрю на вот это всё, и хорошо, наверное, что я дома сижу. Во всяком случае, я жива, здорова, стримлю себе по чуть-чуть. Да. У всего, конечно, две стороны медали. Вы напишите в комментариях, что вам понравилось больше всего, а мы встретимся в следующем видео. Пока-пока!